Нужно каяться, это не самый лучший способ очищаться. Самый лучший способ очищаться, это славить Господа. Любовь очищает сильнее, чем страдания. Можно биться об стену в 10 раз, я плохой, а лучше один раз делать что-то хорошее. Один раз сказал, я плохой, и 10 раз сделал что-то хорошее. Это лучшее раскаяние, вот такой метод. Когда мы славим Господа, это самый лучший метод делать что-то хорошее. Когда мы Бога славим, вместо того, чтобы его ругать, мы его благодарим за то, что он нам подарил нашу жизнь бесценную человечеству. Потому что в основном все в растениях, в растительных формах рождаются, в животных, миллионы живых существ. А людей не так много на земле. И мы среди них. И среди тех людей, которые живут, в основном они не задумываются о ценности человеческой жизни. А вы попали на молитвенный тренинг. Это тоже большая удача. И за это надо Бога тоже благодарить. Вот. И вы когда Бога благодарите, то проходят три стадии. Первая стадия – спокойствие по поводу мамы. Значит, 33% судьбы уже побеждено. Потом знания. А потом у мамы изменения. И потом мама уже не вниз идет, а вверх. После вашей молитвы. И вам посылает оттуда привет. Когда вверх кто-то уходит, светлая память о человеке остается. Чистота. Он благословляет вас дальше в жизни. Дает вам милость. Спасибо. Еще хотелось сказать, что у меня родные в Киеве. И получается, мама моего папы, она его проклинает. Ну, они обижены. Их бомбят, убивают родственников. Люди страдают сильно. Когда люди страдают, они обижены. Они могут проклинать, злиться, ненавидеть. Но их тоже можно понять. У людей жилье разрушают. Ни света, ни воды, ничего нет. В чем они, люди эти, виноваты? То есть, они жили себе нормально. Потом пошла вот эта жара. И их бомбят, убивают. В чем они, люди конкретные, виноваты? Поэтому они обижаются. Как правильно молиться? Ну, просто понять, что они обижаются. Они страдают. Поэтому надо молиться за мир, чтобы все быстрее закончилось. Чтобы жизнь наладилась везде. Чтобы все успокоилось. Понимаете? Чтобы безумие уменьшилось. Гибнут же люди везде. С этой стороны, с той стороны. Погибают молодые парни. А там еще и просто люди погибают. Потому что в зоне боевых действий. Там целыми селами, разлуха идет. Все это вызывает страдания. Люди страдают. Они злятся по этому. Но надо не понимать это. Молиться за них. У меня тоже одна родственница проклинает нас всех. Живет в Украине. Сестра моего отца. И мы молимся за них. А? Ну, не надо, я не думаю, что сейчас надо рассуждать о том, почему они так делают или почему всяк. У некоторых людей нет денег даже выехать. Не то, что куда-то приехать. Надо заново всю жизнь начинать. У них там дом, работа. Ну, люди устроились. Уже возраст. У моей родственницы моего отца уже 70 лет. Куда ехать? Она уже старая. И хочется дожить спокойно свою жизнь. Сил уже нет. Все летает. Бомбы там, где она живет. Там война идет. Там срываются снаряды. Ну, как она будет на это реагировать? Она пожилая женщина. Она там геополитику не понимает. И тяжело жить. Она страдает. Нужно молиться за мель, чтобы все успокоилось. Чтобы людям легче стало. Благодарю. Ребенок, когда кричит, плачет. Допустим, у вас есть маленький ребенок. Он упал. Вы виноваты в том, что он упал? Ну, крови упал. Вот он упал, кто будет виноват? Вот вы мама, допустим. Кто будет виноват? Он упал, кто будет виноват? Мама будет виноват. Он будет смотреть, а не... А-а-а... Обиженный. Почему? Ну, маму любит, она виновата. Кому любишь, тот виноват. Люди убежатся, проклинают. Какие-то повалюбы. Это нормальная, обычная жизнь. Что делать? Так устроен этот мир, что кто-то страдает. Ладно, мои хорошие, я тогда настройку начинаю давать, да? Я вообще бы вам не советовал. Вот кто из вас, ну, прямо молится, стоя, периодически вот встает и стоя 65 минут спокойно вот так. Вот эти люди, кто руки подняли, можете встать к стеночке во время руки. Все остальные лучше этого не делать. Потому что, если вы никогда не пробовали, если вы 65 минут стоите неподвижно, то есть вероятность, что вы воткнетесь лицом в пол. И это произойдет неожиданно. Потому что, когда воздуха мало, то чистка организма протекает в особых, таких экстремальных условиях. Само по себе неподвижное положение тела, это очень ресурсное состояние, это очень тяжело делать. Очень много энергии выходит на то, чтобы не двигаться. Просто люди, ну, в основном, никогда об этом не задумывались. Никто же не пробовал неподвижное положение тела, до 65 минут тела. Тело затекает. Мы не знаем, что это лечение. Мы думаем, что это вредно для здоровья. Мы боимся этого всего. Но на самом деле это полезно. Когда тело затекает, пробиваются блоки, очищается организм, идет лечение. И когда человек не двигается, то включается энергия знания. Движение энергии знания способствует победе над судьбой. Вот память, допустим, она связана с энергией знания. Если человек не двигается, ему легче концентрироваться на молитве, на том, что происходит. И отвлекаться от памяти о себе. Молитва означает борьба между памятью о себе и памятью о Боге. И есть определенные инструменты, которые помогают вспомнить сильнее. Например, когда человек медленно, долго что-то произносит, то на этом память фиксируется сильнее. Допустим, вы повторяете. Маша, 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 Маша. Или Маша. Ну, то есть, когда долго, то память сильнее концентрируется. Это первый инструмент. Мы будем очень медленно повторять. Я буду повторять. Аллилуйя будет из двух. Аллилуйя. Из двух словов, да? Первый слог. Я буду долго тянуть и второй. Но у меня тут баллончик стоит, как бы с кислородом рядом. Вы не видите просто. Поэтому я, у меня хватит воздуха, хватает надолго. Я как бы вдох сделал и долго повторяю. А у вас, может быть, нет баллончика с кислородом. И вы не можете так долго. И чтобы не мучиться, потом вот так вот не сидеть, для этого мы можем сделать следующее. Вы можете на Аллилу вдох делать. Аллилуй. Потом я два вдоха сделать на мой один. И вам тогда будет комфортно. Если вы можете тяните один выдох, ну, когда нормально, нет проблем. Хорошо? Просто посмотрите, как вам будет комфортнее. Первое, что вы должны узнать, это то, что есть разные положения тела, побеждающие судьбу. И если вы хотите рискнуть, попробовать, попробуйте одно из них. Но большинство из них это не на стуле, а вот здесь на сцене. На полу придется находиться. Ну, давайте, кто из вас, вот у меня, хочет побыть моделью? Кто хочет показывать? Вы будете? Давайте. На сцену надо зайти. Девушка мне готовит каждый день. Пормит меня. Мать кормит. Первое положение тела это стоя. Можно встать к стеночке, вот стоять возле стенки, но я, опять же, не рекомендую. Если вы стоите возле стенки, то надо знать именно, почему возле стенки. Потому что, когда человек стоит, стоя стоит, то на блоке, когда человек стоит, ну, вообще статику делают, блоки прочищаются, психические блоки. Если блок связан с сосудами, а это где-то на 30-е минуты происходит, где-то посередине, то резко может снизиться давление. Когда снижается давление, человек всегда падает только вперед лицом, никогда назад не падает. Так устроен организм. Поэтому, когда человек стоит, допустим, и ему становится чуть-чуть хотя бы не по себе, надо резко ноги отодвинуть от стеночки. Дальше, дальше, да, вот так. И прижаться к стене. И если вам станет плохо, вы сползете просто под стеночки аккуратненько и себя обнаружите сидящим возле стены. Вот. А если вы не отодвинете, то сильно. Даже чуть-чуть, если отодвинете, у меня был случай недавно, это было, где у нас, я читал лекции, по-моему, в Питере, был ретрит. И женщина стояла возле стеночки, но отодвил он не сильно ноги и все равно свалилась вперед. Она как бы раз и упала. Вот. Поэтому сильно отодвигаем и сползаем по стеночке, если что. Но лучше всего тем людям, которые не тренированы, не стоять, стоя, не повторять. Следующее положение тела. Стоя, когда человек стоит, то он вырабатывает терпение. Ну, допустим, если вы нетерпеливый человек, то стоя у вас будет увеличиваться терпение. И будете терпеливым. Если будете стоя молиться. Следующее положение тела, это называется на колени. Стоя, на колени. Просто, чем на теле? Да, просто на колени надо снять, вот чуботы и вот так встать на колени. Вот так вот. А руки просто на колени? Руки можно молиться как-то там, можно просто вот так держать. Есть мудрые разные, я потом покажу вам, как руки. В общем, человек стоит на коленях. Это положение тела вырабатывает принятие. Не терпение, а принятие. Человеку принятие, допустим, жена обижается, а ты уже нормальных нет. Ты привык принять. Ни один мужчина, он никак не мог принять жену. Она когда истерила, он с ума сходил всегда. Не знал, что делать с ней вообще. И он мне спросил, как усиливать принятие. Я говорю, надо на коленях стоять. И он начал 65 минут каждый день читать молитву на коленях, все пять слоев. Пробил блоки. И она ругается, ему нормально. И он всем начал на коленях советовать молиться, чтобы принятие вырвать. Следующее положение тела, это поза алмаза называется. Вот так, да. Ну, боком повернитесь, сядь. Это человек с колен садится вниз. Можно, поза алмаза можно на стуле делать. Так, а я вот сюда. Можно, допустим, полегче, если под себя стопы подгибаешь, как вы сначала сидели. Вот так. Да. Тоже можно так. Это облегченная поза алмаза. Можно как балерина, можно под себя стопы подогнуть. Это поза алмаза. Она увеличивает, выдавливает судьбу. Ну, допустим, если я к вам налоговая должна прийти, я просто вам реальный случай рассказываю. Мне отделился один слушатель. Он говорит, ко мне налоговая должна прийти. Они говорят, звонят, мы к вам придем, проверку будем делать. Он начал позе алмаза делать молиться. И они говорят, завтра придем, сегодня не успели. И так каждый день завтра, завтра, потому что он позе алмаза сидит, выдавливает судьбу. Они не могут к нему прийти. И так не пришли, что он не дал ему позе алмаза сидел. Или муж говорит, я тебя брошу, а ты раз позе алмаза и молиться сразу. Надо 65 минут на все пять слоев. И он не может бросить, потому что ты не даешь судьбе действовать. Позе алмаза хороший такой способ побеждать судьбу. На стуле, кстати, можно в пузе алмаза сидеть. И это облегченная будет даже поза алмаза, потому что вы сядете еще на спиночку облокотитесь, вам легче будет сидеть. Попробуйте на стуле сесть в пузе алмаза. Получается и на спиночку так облокотишься. Нормально же, удобно, комфортно. Ну вот, можете, кто хочет, может так вот молиться. Следующий вариант, тоже такой на стуле возможно сделать, это скрученная поза. Надо ногу заново вот так забросить. А? Да, вот так вот раз, вот так. Это тоже на стуле можно вот так сесть. И одна нога заплетена за другую. Вот так, да, можно вот так сесть. Это еще легче, чем поза алмаза. Вот так сидеть. Но менять ногу нельзя тогда будет. Вот все время одна будет. Вы сейчас выйдите из этого положения, выйдите, чтобы вам не перегружаться. Просто сядьте, расслабьте, столкнуйтесь. Следующее положение тела уже на ступочке вы не сделаете. Называется поза бабочки. Она, если вы на полу будете сидеть, вот здесь на сцене, она очень простая. Стопы вместе, колени в розь. Можно держаться за стопы, чтобы удобнее было. Вот так руками за стопы держитесь и сидите. Это самое легче переносить, всего легче это положение тела. Есть еще полулотос, когда ты одну ногу кладешь сверху. Такое положение тела. Вот полулотос увеличивает концентрацию внимания. Бабочка увеличивает спокойствие, принятие, доброту. Человек становится добрым. Но бабочки на стуле не сделает. Ноги не поместятся. Вот. А скрученная поза увеличивает возможность отстраниться от людей. То есть тебя все задолбали, вот люди мучают тебя, хочется побыть одной. И когда вкрученную позу садишься, то люди меньше тебя замечают. Теперь давайте поговорим, знаете о чем? Как себе облегчить жизнь? Вот допустим, бабочки сидишь, бабочку садитесь. Бабочки сидишь, чувствуешь, все затекло. Можно сесть по-турецки на 10 секунд. Вот так с бабочки выходят по-турецки. Это нет чистки в этом положении тела. Но вы чуть-чуть расслабляетесь. И опять бабочку. И чистка продолжается. Просто она не такая уже глубокая. Но все равно нормально. Самое главное не менять положение тела. Чуть-чуть расслабился. Потом опять возле стенки стоишь. Тяжело стало. К стенке прижался, ноги отодвинул. Потом опять. Если на коленях стоишь, допустим. На коленях вставать. На коленях стоишь. Допустим, тяжело стало отекать тело. Пошло тяжесть во всем теле. Можно по-кошачьей вот так встать вперед. Раз. Облокотился чуть-чуть. Вот так. Минут, секунд 10. И потом опять на коленях. Вот. Если в алмазе сидишь, сидишь в алмазе, плохо стало, тяжело. Можно чуть-чуть вперед податься и руки от пол вот так опереться. Вот так. Ну или так, или просто как по-кошачьи тоже. Чуть-чуть подняться. И потом опять, да, вот так чуть-чуть подняться. И потом опять сесть в алмаз. Понятно? То есть можно выходить из положения, в котором ты находишься. Чуть вдохнул, потом опять дальше. И тогда можно все 65 минут. Вот смотрите теперь, что я вам хочу сказать. Вот в чем заключается мистический процесс в этих положениях тела. Судьба человека, она всегда действует через блоки. И она всегда связана с каким-то психическим слоем. Допустим, у вас на четвертом психическом слое статический блок, идут еще в личную жизнь. И если вы, допустим, сидите 13 минут, потом 26 минут, потом 39 минут, потом 52 минуты, вот с 39 минут до 52 четвертый слой лечится. И в это время будет лечиться ваша судьба, связанная с личной жизнью. А если вы не досидите, то тогда не будет лечиться. Потому что всегда включается лечение, когда ты доходишь до этого слоя. Поэтому надо сидеть все 65 минут, потому что это как раз 13 умножить на 5, все 5 слоев очищаются. На каждом слое новенькое что-то лечится. Ну то есть каждый раз происходит новое воздействие на человека. Каждые 13 минут что-то новенькое. Если ты не меняешь положение тела, а если сменил, допустим, бабочку поменял на алмаз, все заново начинается. Без разницы в какой позе, просто не надо менять. Если ты заменил, даже вот ты сидишь, допустим, у тебя пол лотоса, одна нога сверху, другую поставил сверху, опять все заново чистка началась. Поэтому не надо положение тела менять. Все 65 минут в одном положении. Можно облегчать себе положение и опять заново. Но менять не надо. Понятно? Теперь пальцы рук. Пальцами рук можно усилить концентрацию. Пальцы связаны с мышлением сильного человека. Большой палец это я. Это я. Указательное это моя воля. Если я, допустим, чувствую, что я не справляюсь, я не верю, что я могу помочь маме, допустим, чувствую, что у меня не хватает силы, я соединяю большое с указательным. А мудро увеличиваешься волю к победе, устремленности. Если чувствуешь, что у меня слабость, сил нет, что-то все это сидеть там, как-то это все тяжело, поднимите руку, слабость, такое тяжело как-то все, значит, тогда большой палец соединяйте со средним. Мне тоже вот так, как вас много, я один, мне надо вас всех прокачивать, я тоже со средним буду соединять, чтобы больше сил было. Если вы первый раз на молитве, нет уверенности, вот поднимите руку, как бы нет уверенности, тогда большой палец соединяем с безымянным. Будет сразу уверенность, и больше раз все пошло уверенно. Если вы чувствуете, вы произнести, аллилуйя, и когда голос такой вам не нравится, или плохо, концентрируйтесь, тогда большой спезинцем улучшается произношение и концентрация на звук. Ясно? Если вы дома всех задолбали, вот просто задолбали всех, вы можете вот так сделать. Ну вот так, вот, вот так. Вот. Увеличивается смирение. Вот. Понятно? Пальцы менять можно. Можно даже креститься там. Главное не двигаться, не болтаться, вот так нельзя болтаться, нельзя крести головой. Просто руки можно двигать, но тела нет. Оно не двигается, сидит просто. Раз ослабили нагрузку, опять дали. Вот так можно. Качает, потому что энергия идет. Не надо качаться, не надо себе позволять это делать. Ну это разные мудрые, вот есть другие, еще две мудрые есть. Вот если хочешь, допустим, одновременно воля, чтобы действовала, и энергия, тогда вот так делаешь. Вот она мудрая при молитве, вот она используется христианами. А если хочешь, чтобы одновременно концентрация внимания и уверенность, тогда вот такая мудрая. Вот соединить друг с другом только этот палец, и вот эти два соединены друг с другом. Но вот такой мудрый нет уже, потому что эти пальцы не соединены друг с другом, они как бы разные энергии. И вот такой тоже нет. Если, допустим, у вас какие-то особенные крови, и вы захотите вот так все сразу, вот такой мудрый тоже нет, потому что энергия не выходит. И вам будет плохо просто. Поэтому максимум два пальца можно вот так соединять. Вот такая мудрая тоже есть, но мы не применяем ее. Вот эта мудрая, когда вот так вот. Это означает, что я спрятался под свою решимость. Я хитрю. Схитрил. Вот это мы не применяем здесь. С кем мы? С Богом что-либо будем хитрить? Эту мудру мы не применяем. Она тоже есть, но она не для молитв. Мне один знакомый говорит, я, говорит, эту мудру использую, когда я прихожу к начальнику. Он меня когда ругает, я не знаю, что делать, мне плохо. Я вот так фигу в карман положу, и сижу, и мне легче становится. Вот. Значит, какие еще моменты надо знать? Самый главный момент – это звук. Давайте послушаем звук. Мы включим. Я выбираю специально молитвы, которые помогут нам концентрироваться. Вот, допустим, для Иллуи у меня молитва Богородицы Дева Радус. Почему? Потому что в ней есть особенность определенная. Сейчас я вам ее покажу. В молитве есть две составляющие. Есть составляющая любви, есть составляющая силы. Вот энергия любви, она содержится в данной молитве в голосе того, кто поет. Он нежным голос таким ласковым поет. Это энергия любви. Она привлекает. Человека привлекает память, привлекает только любовь и сила. Больше ничего не привлекает. Вот танк едет, ты обо всем забудешь, потому что это сила. Или человек влюбился, он вспоминает о любимой, забывает все на свете и думает только о ней днем и ночью. Потому что любовь привлекает человека и сила привлекает. Понятно? Но когда мы будем с вами повторять молитву, любовь это очень сложный процесс. Полюбить Бога непросто. А сила более легкая вещь. И мы будем концентрироваться на энергию силы. В хорошей молитве есть и любовь, и сила. Энергия силы в молитве выражается в виде звука, который привлекает душу в момент смерти. Вот когда душа выходит из тела, то она видит перед собой сверхдушу, сияние. Господь ее ведет за собой. И она слышит звук. Этот звук звучит примерно вот так. Такой торжественный звук. И в Ведах говорят, что это звук Ом. В Китае говорят Дзэнь. В христианстве это как благодать, звук благодати. И везде, да, все вот эти мандарины, все ставки, да, заряжаться. У нас традиционно, это фемейская теперь фишка, это кабачки, которые неожиданно появились в репертуаре тоже. Калтеты, мандарины всегда были цветы, но кабачки это чисто ваше. Это такой, это тюменская фишка, которая непостижима для остальных городов. Есть три типа звука. Есть звук эмоций. Вот, например, аллилуйя, аллилуйя. Это звук эмоций. Что этот звук делает? Он улучшает настроение человека. Чем эмоциональнее человек повторяет, тем лучше настроение, но судьбой этот звук не побеждает. Он не предназначен для судьбы, он предназначен для настроения. Следующий тип звука, это звук от сердца. Он улучшает взаимодействие между людьми. Например, я говорю, здравствуйте, дорогие мои друзья. Какой от сердца от звука. Ну, как бы предосположенность возникает. Если у меня хорошее настроение, передаю свое хорошее настроение. Если у меня плохое настроение, передаю плохое. Например, аллилуйя. Но этот звук не побеждает судьбу, он просто для взаимодействия между людьми нужен. Какой же звук побеждает судьбу? Это называется звук памяти. Звук памяти, это когда человек с памятью о чем-то что-то говорит. Вот, например, женщины, как вот определить, когда тебя любит человек, как определить, когда он признается в любви. Для женщины это такой очень серьезный вопрос. Для каждой женщины, девушка, она анализ проводит этому звуку всегда. Допустим, первый вариант, три варианта признания в любви. Допустим, первый вариант, я тебя люблю. Понравился? Нет, что-то не то, да? Не пойдет. Второй вариант, я тебя люблю. Понравился? Ну так, как бы, что-то да. Да, теперь третий вариант. Я тебя люблю. Нормально? Получше, да? Если бы я вот именно вас помнил, вот, девушки, конкретно, тогда вам было бы вообще вот так нормально. Ну, я помнил свою жену в это время, поэтому вы как бы не учучили полностью, но почувствовали, что что-то похожее на правду. Вот. Итак, звук памяти. Поняли, что такое звук памяти теперь? Он звучит, как отстраненный такой звук, как будто, допустим, человек кричит. Спасите! Спасите! Ау! В лесу. Это звук привыкает, да, внимание? Или, допустим, он кричит. Спасите! 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 И вот он, что там, что там, чем занимается, непонятно. Или спасите! Спасите меня! Тоже как-то непонятно. А если спаси! Такой отстраненный звук, это уже звук памяти. Он побеждает судьбу. Люди сразу метаются и бегут спасать. Так? Поняли, что такое звук памяти? Этот звук, которым ты включаешь. Как память мы будем использовать? Мы будем сильно слушать хор. И если хор, допустим, плохо будет слышать там о музыке, тогда меня слушайте. Вот я сейчас буду слушать хор. Я как бы сливаюсь с настроением того, кто молится. Я как камертон настраиваюсь на него. Если человек сливается с чем-то, его память о себе уменьшается. А если человек молится, мы с его молитвой сливаемся, значит, с Богом сливаемся. Потому что в молитве Бог живет. Понятно? Система. Ну давайте, кто хочет попробовать, чтобы вы поняли, что это очень непросто так настроиться. Давайте микрофончик, кто хочет попробовать. Ручку поднимаем. Я, вот девушка, она мне готовила, она теперь хочет попробовать. Все у нас везде активисты. Давайте повторять Аллилуйя. Сильно слушайте, как они повторяйте. Прямо с ними микрофончик ближе и поехали. Господь с тобой благословен на ты в женах и благословен в отчете твоего. Яко с паса родила, еси душа нашей. Все, у вас получилось. Девушка продвинутая. Она умеет. Кто еще хочет попробовать? Давайте вот у нас продвинутый мужчина со мной пробежал 17 километров вместе, стоял в воде. Он тоже продвинутый. Ну, сейчас мы проверим, посмотрим, кто его знает, продвинутый или нет. Сейчас вскрытие покажет. Послышит молитву или плохо настраивается, он в гармонию, в резонанс не входит с молитвой, он начинает засыпать. Вот он повторяет. Это значит, что он плохо слушает. Надо в это время сильнее слушать, сильнее произносить, на Аллилу настроиться. И сильно слушать. А если человека переполняет эмоции, вот, переполняет эмоции, значит, он плохо отдает. Энергия скапливается и не выходит. Значит, надо отдавать сильнее, кланяться, алтарю, и чтобы не скапливалось ничего. Самое лучшее, это когда через вас молитва идет, как река течет, вот так вот. И вы забываете о себе, и вот в зал просто входите в эту атмосферу, чувствуете здесь, как все происходит, счастье, и погружаетесь в этот процесс. Аллилуйя, Аллилуйя. И вы не думаете о том, сколько времени прошло, сколько еще сидеть, я умираю там, и все прочее. Если время течет очень быстро, значит, у вас хороший период в жизни. Если время очень медленно течет, значит, плохой период в жизни. Если вот здесь в сердце тяжесть накапливается, значит, скапливается тяжелая судьба, и ее надо преодолевать. Вот здесь судьба находится, вот здесь. Если тяжесть пошла, значит, судьба тяжелая. Значит, блок у вас такой, скапливается сила, которую надо побеждать. Может, даже до конца молитвы не преодолеться, но вы дома это делаете. А если ёмкость сердца так раз, значит, вы пробили судьбу вот здесь так, и хорошо вот так стало, значит, пробили судьбу, значит, у вас все нормально. Если вы пробили судьбу, хорошо встал, потом раз, опять тяж, значит, новые порции. Организм всегда, он как бы, если видит, что все нормально, он в следующем парке подбрасывает, чтобы зря времени тратить. Если кто-то в мозги влез вам, вы повторяете Аллилуйя, и тут ваш родственник какой-то, опа, такой, и там в голове у вас, опа, засел. Вы как бы Аллилуйя о Боге, а он, нет, я. Значит, ему нужна помощь, этому родственнику. Надо его вытащить из головы все равно. Сильно думать, слушать тех, кто молится на меня, спросить помощи, чтобы он вышел из головы, потому что если в сердце родственник сидит, то вы ему не поможете. Когда вы думаете о Боге, Бог помогает. Когда вы думаете о родственнике, вы пытаетесь ему отдавать свои силы, и вот отсюда истощение, переутомление, изнеможение идет. У человека очень маленький запас там энергии, который может помочь. Если человек слушает тех, кто молится и славит Господа, и просто перед молитвой сказал, вот это для него, для этого человека, значит, Бог все это будет отдавать для него. Но тебе не надо лезть туда, не надо об этом думать. Надо верить в Бога. Вера в Бога означает, ты доверяешь. Вот сказал Богу, и как бы понимаешь, что он не склеротик, как бы не надо ему напоминать во время молитвы. Не то, что он старый, как бы давно живет, он ничего не помнит. Он все помнит, он вечно молодой, поэтому один раз сказали, и все, и дальше думаете, славите Бога. Не надо вспоминать. Вспомнили, процесс помощи закончился. Или Бог там находится, или ваша память. Если вы думаете о себе, Бога нет в сердце. Если думаете о Боге, Он там живет. Молитва означает память о Боге, не о себе. Мероприятие длится 65 минут. До молитвы закончатся, надо уже выйти из аскетичного положения, лечь, сесть, расслабиться, не разговаривать. Просто слушать музыку и расслабляться. Может быть, вы поплачете чуть-чуть там, или еще что-нибудь такое. Это нормально, это означает, что у вас это. Если у вас во время вот этого процесса какие-то видения, приходят ангелы к вам, все равно надо слушать тех, кто молится, и отдавать молитву. Не надо на видение сильно концентрироваться, иначе вы потеряете ход молитвы самой. Выйдите из молитвы. Пускай ангелы как бы стоят, а вы при этом продолжаете молитву. Чтобы процесс не закончился. Понятно? Счастье, если пришло, тоже не обращать на него внимания. Иначе закончится молитва. Поздравляю вас с окончанием. Все молодцы, хорошо отрудились. Сейчас у нас осталось еще 25 минут, и мы с вами просто обсудим то, что было. Кто, кому есть что сказать, поднимите руку. Кто хочет поделиться своими впечатлениями. Вы, да? Тогда микро кончик. Вот, девушка. Там, вон, вон, там, вон. Спасибо, Лидий Геннадьевич. Такое неповторимое ощущение. Я дома, как бы, тоже так же молюсь, но не было таких ощущений, конечно, как сегодня. Ну, сегодня же, видите, было много людей, все трудились, и это ощущение стало общим. Это объединение усилий получилось. Спустя минут 20, наверное, меня закружило так против часовой стрелки. Прямо сильно-сильно я думала, что я уходу. Но я потом вспомнила, что вы сказали слушать ваш голос. Вы стояли в это время? Нет, я сидела, и не сидя, вот так вот, раскручивала просто закрытыми глазами. И я начала слушать ваш голос более внимательнее, и у меня прошло, отпустило. Хорошо. Минуту, наверное, точно у меня раскрутило. Спасибо. Так, еще, чтобы... Это самое главное впечатлили, да? Нет. Как вы почувствовали энергии, да, раскрутить? Наверное, да. Давайте у вас вопросы. В общем, я настроила, что это будет очень сложно и очень долго. У меня с голосом что-то сейчас. Вот. У меня включилась фантазия. Я не знаю, почему. Садитесь. А, да, я садилась. Я простояла, я думала, что буду касаться стены, ну, рано или поздно. А потом на этой части я почувствовала, как чью-то руку. Ну, автоматически я подумала, что это стена. Ну, потому что это логично. А задней частью поясницы я понимаю, что стена далеко. И мне, наверное, в моменте стало страшно. Ну, это из того, что было воображение. Потому что я действительно думаю, думаю, может, соседка рядом стояла, облокотилась. Ну, думаю, ладно, мы сказали, об этом, в принципе, думать не стоит. Потом мне начала задираться голова. И мне начало казаться, что у нас потолка нет. Ну, вообще. Вот. И вот на словах «Алю» получается. Это туда, а на «Я» получается это обратно. Да, да, да. И когда получалось «Я», я не знаю, можно будет это где-то, но оно так получилось. Когда получалось «Я», я-то знаю свои заболевания. И я просто видела, как бы в себе, в какой орган «Я» идет. Ну, вот, где я болею. Там было пукат, давайте. Не, а я потом в пол звоняла. И я очень вспотела. Вот в конце, когда вы прекращаете «Я», у меня просто музыкальный абсолютный слух. Вот «Алилу», потом вы на пол тонны повышаете «У», потом вы переходите в «Я», а в конце раз, и вы закрываете, ну, горло «Я». И в момент закрытия, ну, я же вместе с вами все делаю, видите, волосы, волосы, вообще не знаю, меду поем. И в конце это «Я» получилось, что у меня пора выбрасывает жидкость. Вот именно там, куда попала, думаю, «Я», и бах, и я думаю, «Господи, я еще этих вот таких вот толчков много и не выдержу», вы же сказали. Ну, 65 минут. Я ни разу задница до стенки, извините, не дотронлась, но я стояла на двух ногах в моменте, мне казалось, что я дерево. Вот. Ну, потом, когда я услышала сами, вы сказали сами, так думаю, ладно, хорошо, а услышала себя со стороны, прямо у меня уже нет голоса. А в самом, вообще, в конце, когда я услышала детскую песню, мне казалось, что я не могу почувствовать, где правая, а где левая, вот эта миссия, всего. И мне стало обидно. Обидно мне стало за то, что мне показалось, что не обещали, что это будет ого-го, как тяжело и сложно. А это оказалось так быстро. Ну, видите, вы в основном на теле сосредоточились. Ну, а постепенно, когда человек молится, он все больше и больше свое сознание переносит на Господа. Постепенно он начинает чувствовать благодарность, чистоту, какую-то благодать Божью. И постепенно он выходит, вот эти серы, возвышенные, чистые, где есть чистота, где есть вера, где есть благодарность. Это постепенно все происходит. Первый опыт такой, тело сначала выставляет о себе думать. И потом постепенно идет погружение в такое глубокое чувство. У кого возникло глубокое чувство по отношению к Богу, к Митюре. И к его, и сколько людей. А как это понять, глубокое чувство по отношению к Богу? А вот это надо продолжать. Сам звук, вот вы повторяете, и он вас приведет к этому чувству. Вот так как за хлебом идешь, как понять, где в магазине. Когда подходишь, там магазин. Ты уже понимаешь, где он. Так и вы дальше повторяете, слушаете. Те, кто молятся, у них же есть чувство по отношению к Богу. Это чувство передается постепенно. Человек начинает чувствовать Бога. Ну, вообще, его 37 лет на земле чувствует лично. Он меня тоже. Я его о чем-то попрошу, он меня тут же все сделает. Я его потом благодарю 3 недели за это. Иногда боюсь даже чего-то просить. Ну, да. Это ведь и особый вид отношений, когда вы славите его. А не ловит означает славу тебе, подслабляет тебя. Все, спасибо. Ну, ваше высказывание. Вы, вы, вы. Да, вот вы. Не, 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 вот там второй будет, вот. На втором. Саша, на втором. Я вообще боюсь, что я уснула. У меня так быстро все полетело. Я сразу оказалась в каком-то белом. Просто сегодня я сходила, ну, была в краме. Стояла в еленой окне. Вот. И сразу оказалась в каком-то белом пространстве. Белом пространстве. Это хорошо, что в белом пространстве. И все. Потом как-то все это пролетело очень быстро. Я боюсь, что я спала. Нет, это не сон, это такая медитация называется. А потом в какой-то момент уже, ближе к концу, мне показалось, что... Что у нас здесь очень-очень много. У нас и так немало. Нет, еще больше. Ну, это да, это приходят ангелы всякие поучаствовать. В ретритах. Вот. Кто видел, чувствовал святость ангелов как будто чувствовал? Интересно. Здесь есть нормальный звук колоколов. Во-во-во-во-во-во-во. Это вот из этой оперы, да, из этой оперы. Это святость уже. У вас так это пролетело. Да-да-да. У кого-то колокола. У кого-то, кто слышал такой звук, вот это тоже оттуда из этой оперы. Это духовная энергия. А кто свет чувствовал, видел какой-то свет. Вот. Видите? Запах сладкий, ароматный, да? Благовоний запах, это тоже духовный. Кто-то светом чувствует Бога. Кто-то колоколами, кто-то запахом. Кто-то чувствует восторг. Кто восторг чувствовал поднимите руки. Чувствовала. А кто-то, наоборот, почувствовал, как будто какие-то препятствия сильные возникли внутри. Как блоки какие-то, и вы, как бы, не знаю, как птица в клетке. Вот это значит, что вы побеждали судьбу, преодолевали ее. Судьба, как птица в клетке, она такая, блоки, препятствия, не прятали ее. А кто из вас почувствовал, что вы улетаете куда-то в небо? Есть такие? Вот, видите, тоже. Праздное ощущение, это все, как бы, человек погружается в отношения к Богу. Я почувствовал силу Бога в какой-то момент. Почувствовал его непобедимую силу, что он помогает нам, что его энергия, его сила, она не имеет преград, препятствий. Чувство такое... Знаете, когда все получается в жизни, кажется, что нет препятствий никаких, это энергия Бога. Я ее почувствовал, она бесконечно могущественная, нет препятствий, как будто ты, как бы, произносишь, и все разлетается, вот такой вот звук разлетается. Не останавливается, мне так Господь помогал повторять. У меня нет никого музыкального образования, я даже не знаю, на каких нотах я повторяю. Вот, и я, когда выключался звук хора в секунды, я слышал, что это не мой звук. Я повторяю, а он как будто какой-то более нечеловеческий звук какой-то звучит такой. У меня тоже свои ощущения были. Не понравилось у вас здесь партнер. Ушебно получилось. Ну, здорово, что не лекция была, да, что уж не так. Получили новый опыт, потом теперь дома можете теперь раз в три дня так долбануло, 65 минут, и все пошло на работу. Потому что это, в это время через победу над судьбой проходят все свои психики. Ну, то есть это, ну, чисто научно так. Потому что потом следующий цикл идет, если еще подряд 65 минут, потом следующий цикл опять заново начинается. Вот так вот. Ну, мы один цикл прошли, следующий, это уже сложная и опасная перегрузка может быть. Это максимальная концентрация. Ну, вот мужчина, скажите свое слово. Максимальная концентрация 65 минут, потом усталость начнется. Потом будет тяжеловато. Илья Геннадьевич, я благодарю вас. Подскажите, это утро вечером или с утра? Это лучше утром, потому что садитесь. Потому что утро это такое время, когда солнце и луна, они в гармонию встают. И у человека в психике наступает баланс. И у него нет, с одной стороны, сна, энергии сна, это луна. И с другой стороны, нет желания что-то делать, наступает пауза такая. И в эту паузу люди обычно любят поваляться, понежиться, о чем-то подумать. А если человек в это время молится, то он это время занимает максимально сильно. У него прорабатывает судьба, глубокие реализации в жизни наступают, глубокое сознание. У меня, допустим, у одного человека несколько дней назад, позавчера, произошла такая очень тяжелая ситуация жизненная. Надо было принимать решение. И я вчера с утра, вот в это время, когда я вошел в такое состояние глубокое, и начал молиться Богу, и погрузился в судьбу человека этого, и посмотрел все варианты, какие могут быть, как ему принять такое решение, и понял, как правильно ему поступить. В это время очень знание, очень глубоко может проникнуть в твое сознание, и помочь разобраться, что делать, как поступает в жизни. Ну, вы скажи. Ну, вот давать могут все. А что лучше делать после медитации, после вот этого момента? О, да, хорошо. И если вот, ну, физически, да, я сейчас чувствую некий оздох такой, и вдохновение, и в то же время тело, и вот оно так. Значит, хочу сказать, что вы потрудились сильнее, чем обычно намного. Просто даже не представляет, насколько вы израсходовались. Поэтому, когда сейчас привыкли домой, первое, что произойдет, усталость, и поэтому надо отдохнуть больше, чем обычно. Нам бы себе позволить немножко отдохнуть. Второе. Примерно в течение суток от сегодняшнего, от того момента, который сейчас, будут провокации. Это значит, что, если вы особенно кому-то начнете делиться с тем, что было, это может превратиться в скандал. Или, наоборот, вы будете сильно ранимо воспринимать действия и поступки, слова окружающих людей. Или они начнут к вам придираться. В общем, судьба будет вас провоцировать. Как вы на нее напали, на судьбу, теперь она нападет на вас немножко. Поэтому, пожалуйста, не связывайтесь ни с кем, никому ничего не доказывать, не объясняйте. Я хоть это говорю, люди некоторые все равно попадают в скандал после этого. Потому что сейчас человек ослаб, когда он помолился сильно, он выложился. Дальше уже ответная реакция судьбы. В это время надо, как принять удары? Стараться не реагировать на провокации. Кто-то вам что-то скажет, или вы сами захотите поругаться с кем-то. Ни в коем случае, в сутки старайтесь не выяснять отношения никаких. Не отдавайтесь на провокации. Старайтесь не предпринимать ничего сложного в жизни, тяжелого, чтобы там перегрузок не было. Отдохнуть надо. Ну, вы скажете, да? Олег Геннадий, я хочу вам выразить огромную благодарность. Я была у вас на фестивале в Москве, и там было три молитвенных ретрита. И после этих ретритов у меня со здоровьем все вообще наладилось. И с тех пор, вот, в своем месте я ни одну таблетку не принимала для выброса. Вот, ну да, меня ломало, да, на этих молитвенных ретритах. И сегодня я настолько чувствовала себя спокойно, хорошо. Причистилась. Причистилась. И я вот не знаю, ушли у меня эти блоки или нет. Ну, конечно, если вам хорошо, спокойно было, значит ушли. А я еще перед тем, как, перед молитвенным ретритом, я сделала то, что у меня у ребенка скоро будет там, ну, операция на зуб 10 лет, но я очень сильно волнуюсь под наркозом. И я как-то сначала на него настроилась, а потом на Бога. Ну, раз мне было спокойно, я надеюсь, что все хорошо. Все пробили, да, проблему пробили, все. А если человек волнуется, то обеим работает. Помолился, не волнуется, значит, решил проблему, все. Так можно взаимодействовать с судьбой. Взаимодействовать с судьбой означает активная жизненная позиция. Вот, допустим, стоишь, почувствовал напряжение, значит, блок. Ты уже знаешь, что у тебя есть блок, пробил его легче стало. То же самое, чувствуешь беспокойство, значит, ты в объем работы. Помолился, беспокойство прошло, значит, ты победил. И так постепенно человек начинает чувствовать судьбу, все больше и больше. И потом он вообще уже точно знает, что там будет дальше, как, чего, у него нет проблем. Ну, то есть постепенно человек начинает понимать судьбу, он ориентируется в пространстве уже. И ему легче уже все вопросы решать, жить. Практично очень так жить. Не быть перед судьбой, как это, как такой, цепленок табака. А с ней что-то делать? Преодолевать ее? Вот видите, она встала на этот путь, она начала понимать, как с ней быть судьбой. Что надо молиться, помнить о Боге Ваше. Очень много впечатлений, начиная от того, что в первое время ум просто бунтует. Я так же, вот как женщина, пыталась музыкальную уловить. И у меня было несоответствие, за кем повторять, за хором, за вами. И я такая, а какую ноту взять? И у меня просто мозг взрывался. А потом я плюнула на это дело. И решила попеть вместе с хором. Пела с ними, пела. Что-то не работает, побоюсь Ленина Геннадьевича. Потом начинаю с вами петь. И понимают, о, с вами интереснее. То есть с вами у меня произошло как-то, глубже подключение произошло. И буквально через несколько минут пришло намерение. То есть зачем я здесь, зачем я вот вступила в этот бой. Мне стало так тяжело, так плохо. Я тут разогдалась, раздревелась, не могу. Судьба пошла, пришла в гости, судьба говорит, привет. Поехали. И она пришла. Я сначала помолчала, привела. И потом думаю, ну все, ушли работать. Настроилась на вас. Несколько раз прослушала. И раз, и как-то так. Ну, достаточно быстро она отпустила. Такой, ну, серьезный такой запрос был. И прошло. И потом я сидела в позе алмаза, чуть-чуть поглубже. И где-то, ну, в первой четверти начало все неметь полностью. Ну вот, лоб пошел. И я приняла решение, что вот это намерение для того, чтобы преодолеть судьбу, я должна просидеть до конца. И вот такая решительность, сижу, 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 потом вторая половина, потом пришел второй запрос. На втором запросе я тоже чувствую тяжесть, но начинаю вот больше к телу уходить, погружаться и как-то там прорабатывать. И все, и потом вы просто закончили. Все так быстренько прошло. То есть тело начало, потому что там уже такой сильный блок был уже под конец, статическое напряжение. В конце четвертого слоя начинает сильный блок, и там уже проработка пошла по здоровью. Потому что судьба может на тело действовать, может на судьбу действовать. Ну, то есть все равно, если в тело зашла, судьба, блоки уже есть, то все равно настраиваться сознание на тело. И второй как раз запрос у меня был с телом связан, я начала обогмысленно кланяться. И как-то тоже все. Ну, вот видите, как хорошо. Много раз на фестивале Благость была, но была в организации участвовала. А тут взяла, и это... Кто еще не высказывался, кому хочется сына. Ну, вот сзади женщина, скажите вы, да? Ну, далеко она там, сзади забралась. Олег Геннадьевич, благодарю вас за молитвенный ретрит. Это очень такой ценный и необычный опыт. А у меня всплывали события в моей жизни. А вот их надо было убирать и думать о Боге, славе Богу. Вот я так и старалась делать. Ну, и я смотрела потом некоторое время на вас, открывала глаза тоже на вас. А я гляжу-гляжу на вас. Да, и мне это тоже помогало. И как будто вы мне говорите, ты справишься, давай, давай, ты справишься. Ну, вот такой настрой прям очень помогает. Молодцы, молодцы, классно. Да. Ну, видите, как хорошо. Я очень рад, что вы так все потрудились. Сейчас хочу сказать, что вот эти цветочки, которые здесь стоят, мандаринчики и даже кабачки, все это сейчас обладает огромной силой. Потому что в эти предметы всегда входит сила. И вот это, ну, можно, допустим, своему любимому алкоголику подарить, допустим, вот, чтобы он бросил пить. Он съест конфетку и потом выпьет стаканчик и вливает хорошо. Ну, то есть, как бы, вот примерно так. Цветочки можно засушить дома, чтобы энергия была хорошая. Духи все будут разбегаться от этих предметов. Поэтому можно мандаринку самому съесть, если ты, допустим, самолюбируешь, чувствуешь, что тебе нужна помощь. Вот. Ну, то есть, как бы, распорядитесь, короче, ну, так нормально, это серьезная теперь будет для вас предметы силы. Вода зарядилась тоже, да. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова